Турниров проходивших в эпоху резиновых костюмов 100 метров брас Еще одна дистанция, на которой у нас может быть сегодня золотая награда Что же получается? Десятую медаль, золотую, принес Владимир Морозов Одиннадцатую, Данила Изотов Может быть, Валентин Артемьев сегодня включится в спор за победу Хотя и звали при Юлии Ефимовой И Руты Мелититы, которые сегодня Тоже будут находиться в этом бассейне У Юлии Ефимовой лучший результат был по итогам полуфинала Четвертая дорожка у нее сегодня Третья у Руты Мелититы Обогнала-таки литовку Накануне Рики Мюллер-Педерсон Но опять-таки, вчера был полуфинал Зато был финал еще и у Руты на дистанции 100-комплекс Возможно, на полуфинальной Сессии она решила немножко сэкономить силы Лиса Фиснайдер, шестая дорожка Вот сейчас это самое интересное Появляется Рута Мелититы Олимпийская чемпионка, чемпионка мира И к тому же владельца мирового достижения Одна минута 2,36 секунды Рики Мюллер-Педерсон Пожалуй, все-таки она больше тяготит к плаванию на 200 Вы видели на чемпионате мира и на евро этого года Тоже вот буквально позавчера Как здорово Мюллер-Педерсон может эту дистанцию плыть Но все равно Юля быстрее Обогнала ее в Барселоне Обогнала Рики Мюллер-Педерсон И здесь, в Хернинге И, возможно, обгонит здесь Хотя, наверное, это тот самый случай Когда все-таки борьбу за победу будут вести Не четвертая и пятая дорожка, как обычно И часто очень это происходит А третья и четвертая Скорее всего, Рики Мюллер-Педерсон С ее результатом Останется несколько позади И будет бороться за бронзу Очень интересный состав Петра Чокова, выигрывающая полкинник В свое время в короткой воде Софья Аллен, Моник Нейхойс По второй дорожке Потом Мелититы Ефимова, Мюллер-Педерсон Лиса Фиснайдер, Дженни Юханссон Очень здорово плавающая Брасом 50 и 100 метров Неоднократно она была в финалах Но медали, медали очень редко получала В основном, конечно, за полкинник Деркаль, спортсменка из Украины Для которой попадание в финал Большое достижение Очень любит Брас И Валентина Артемьева Еще одна россиянка Плывущая по девятой дорожке В свое время чемпионка Европы В этом виде программы Это было дважды В восьмом и одиннадцатом годах Ну, как раз в восьмом Она, насколько я помню Вообще стала королевой Браса И выиграла 50-100 точно выиграла А вот 200 сейчас уже не сполна По-моему, все-таки нет Рутами летит И пока плитка 50 метров Она первая Ефимова вторая 30 соток отставания Муник Нихьюис на третьей позиции Ну, понятно, что Рута и Юля Только они будут бороться за золото По-моему, учащает свои движения Рута И начинает плыть в своем темпе Юлия Ефимова догоняет Она уже Руту И, возможно, вот сейчас на повороте Все решится Поворот попала, мне кажется, Ефимова В касание Вот сейчас оттолкнуться бы хорошо Финишная прямая Рута и Юля плывут рядышком Скорость практически одна и та же Но вот при равных условиях Возможно, у Юли будет преимущество За счет скорости И тем не менее Кульминация этого чемпионата Европы В касании И Рута первая Всего лишь на 0,04 секунды быстрее 1.02.92 1.02.92 Победа Рута и Мелетите До этого финала ждали И, в конце концов, вы видите, все-таки Дождавшись Получили то, что хотели Остришь и борьбу до последних сантиметров Да, Юля очень огорчена Но, опять-таки, учитывая ее высокую скорость Вот здесь как раз на дистанции в 20 метров И можно было ее показать Но Рута здесь не уступила, Юля А касание выиграла Сейчас мы увидим повтор Наверняка покажутся последние метры С камеры сверху Возможно, там будет очень хорошо видно Был ли кто-то здесь чуть-чуть впереди Имел ли преимущество? Да нет, очень сложно кому-то перевес-то отдавать Все должно было решить касание Могли вообще вместе на пьедестал подсчета подняться Но 0,04 0,04 Засеките время и сделайте хоть что-нибудь Интересно 0,04 Вот что вы успеете сделать за это время Поразительный финиш Рута первая, Юля вторая Рики Миллер Педерсон вырывает третью позицию И, в общем-то, все решилось там для нее на третьем бассейне Опережает и Юханс На церемонии награждения Юлия Ефимова и Рики Миллер Педерсон и самая главная Рута Миллер Титте Литовская спортсменка впервые в своей карьере становится чемпионкой Европы Причем речь о победах на континентальном уровне вообще Потому что неплохо выступая и здорово выступая на Нью-Йоркском уровне В этом году как раз она принимала участие в чемпионате Европы среди юниоров Выиграла несколько золотых наград, что, в общем, было вполне естественно Ибо Рута все-таки на фоне своих сверстников ушла далеко вперед Но на взрослом уровне все-таки Европа она еще не побеждала В 50-метровом не выигрывала В 50-метровом бассейне таких побед еще не было Вот с следующего года, я думаю, многие в Литве ждут Рута в первую очередь В Берлине она может стать тоже настоящей героиней Как и Юлия Ефимова, которая все-таки с неизменной улыбкой поднимается на вторую ступень Пятистала почет, она опять обогнала Рики Миллер-Педерсон Но всего лишь четыре сотые уступила Руте Меллетита Первая золотая награда для литовской сборной на этом турнире Могло быть и больше их Нет, вернее, вторая, прошу прощения, о чем я говорю Вот видите, как сказывается то, что накануне у нас трансляции прямых из Хернига не было Конечно, вторая, потому что Рута накануне, да, выиграла сотню коперцев Бывает, но тем не менее, два золота, это тоже неплохо Два золота, приносимых одной и той же спортсменкой На этом чемпионате Европы, вот видите, Рута как начала С олимпийского золота, потом было золото чемпионата мира И вот теперь золото чемпионата Европы Все это дорогого стоит У некоторых, наоборот, поступательное движение идет Все-таки с европейского первенства в короткой воде Потом уже олимпийский титул появляется А у Рута все наоборот, все наоборот Во многом это связано, конечно, с тем стремительным прогрессом Который был у Руты Милютиты в 2012 году И на протяжении всего того сезона плавало невероятно здорово И потом, вот, выданный ей аванс, она оправдала еще во время Олимпийских игр Выиграла чемпионат мира И выиграла чемпионат Европы в следующем году Последняя вершина, возможно, ей покорится Которую до сих пор Рута так и не смогла взять Чемпионат Европы в 50-метровом бассейне Это будет фактически завтра Субтитры создавал DimaTorzok Молодец, Рута, молодец Просто замечательно выступает Таланта огромного эта девочка И хотелось бы, чтобы как можно дольше сохранилась ее мотивация Вот таким вот битвам за золотые медали На любом уровне, где бы она ни выступала Пока глаза горят И очень хочется, чтобы в дальнейшей взрослении ее Все-таки организм меняется в 17-18 лет Так или иначе будут у нее, скорее всего, проблемы с этим Но, как бы то ни было, все равно очень хочется, чтобы И побед у нее со временем было еще и еще и еще Очень и очень много Молодец! Что там говорить? Молодец! Здорово, что в Литве, кстати, очень большое внимание Уделяется развитию тех видов, тех способов плавания Которыми литовское плавание всегда славилось еще в советские времена Тот же самый Брас Немало было очень ярких мастеров в советской сборной Из Литвы, которые выигрывали медали на чемпионатах Европы и чемпионатах мира Именно благодаря плаванию Брасу Отличный комплекс был в Литве всегда И вот, видите, Рута эти традиции соблюдает И в Брасе сильна, и в комплексе пытается показать себя во всей красе Продолжение следует...